Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Михрибан Алиева и их дочь Лила Алиева посетили освобожденной от оккупации культурную столицу Азербайджана – город Шуша. Глава государства поднял флаг Азербайджана в центре Шуши и встретился с воинами-освободителями. Напомним, что культурная столица Азербайджана была оккупирована армянами в ходе Первой Карабахской войны в мае 1992 года. Город Шуша был освобожден азербайджанской армией спустя 28 лет – 8 ноября 2020 года в ходе Второй Карабахской войны. Далее Ильхам Алиев вместе с супругой и дочерью посетили главную шушинскую мечеть Гёвхарага. Первый вице-президент Михрибан Алиева представила президенту Ильхаму Алиеву в мечети Куран, завернутой в Келагаи. Глава государства поцеловал священные книгу и положил ее в специально созданный уголок в мечети. Затем были произнесены молитвы. В рамках поездки в Шушу президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Михрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия бюстов выдающихся личностей Азербайджана, композитора и ученого-музыковеда Узейра Гаджабейли, оперного певца Бюльбюля и поэтессы XIX века Хуршидбану Натаван, дочери последнего Карабахского хана. Расстрелянные во время оккупации Шушу и привезенные затем в Баку бронзовые бюсты, все эти годы хоронились во дворе Музея искусств. Отметим, что после оккупации города армянскими войсками в 1992 году эти бюсты были повреждены и вывезены оккупантами с целью продажи на металлом. Властям Азербайджана удалось спасти эти памятники и вернуть в страну. Во время поездки в Шушу президент с семьей также побывали и на знаменитой Джедер-Дюзю. Я привезли в Баку. Хуршидбану Натаван, Узея-Хакибейли, бюлбюл. Эрмянские пендиарицы, с три минуты, отдавали в Баку. Музыка на невероятных бюстах. Музыка на пенде. Музыка на пенде. Музыка на пенде, Музыка на екране, Музыка наеди, Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Dağların ətirli çiçəklərinin tərəvətini özündə cəmləyən təbii arıbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəri məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.